МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Первое сентября. Начало нового учебного года в школе-студии Московского художественного театра. Студентов и преподавателей приветствует ректор школы Вениамин Захарович Родомыслинский. Вы понимаете, мои друзья дорогие, что мы начинаем этот учебный год очень для нас важным и очень ответственным для меня. Ты меня на рассвете разбудишь. Скажешь, вспомни, мы вспомним застоним. И в глазах первый день в школе-студии Папа Веня и звонко поконял. Поконим, дорогие! И когда все это заканчивалось вот этой знаменитой и легендарной фразой Поконим, понимаете, я произношуся это сейчас, вот чувствую как бы своей эпидермой, что происходит с нами, потому что это взрыв всего этого ста человек-студентов, которые взлетали с невероятным криком. Ура! Вот. И так вот начинался наш учебный год". Вениамин Захарыч Радомыслинский. Или просто Папа Веня, как между собой называли его студенты. 35 лет, с 1945 по 1980, руководил он школой-студией МХАТ, созданной в годы войны. Среди сотен окончивших актерские и постановочные факультеты школы в период его руководства, много тех, кто стал славой и гордостью нашего искусства. Вот она, плотина! А? Добрать! У меня уж ноги натерты! Да ты пойми, ты знаешь, где ты сидишь? Это же дно моря! У меня в голове все перемешалось! Да ты главное пойми! Вот смотри! Засыпана земляная дамба! Так, вот как здание будет готово, гляди вправо, ангару запрудят! Вода хлынет через станцию, донное отверстие перекроет, вода начнет заполнять поеву, и вот где ты сидишь, будет дно моря! А глубина какая, паразит, 30 метров! Море в центре Сибири! Действительно здорово! Что мне лично дала студия, она, конечно, заквасила, если можно так сказать, меня на всю мою жизнь. Каким образом? Как это произошло? Ну, конечно, через людей, через тех учеников Станиславского, Немировича, Данченко, которые учили нас, с которыми мы общались. У нас были понедельники, на которые приходили старики художественного театра. Василия Ивановича, Качава, Ольга Леонардовна, Непричехова. Это были общения очень естественные, простые, вплоть до того, что, например, мы читали стихи Василия Ивановича по очереди все. И я помню, как-то Володя Трошин читал «Птицу-тройку» и забыл в середине от волнения, и Василий Иванович подхватил и продолжил эту «Птицу-тройку». Это нас заражало, создавало определенную атмосферу. Если б я убедился, что все, что не есть на свете, все проклятый, беспорядочный, даже может быть, может быть, безовский хаос, я все-таки захочу жить, захочу жить. И уж как припал к этому кубку жизни, я не оторвусь от него, пока весь не допью. Все, все, все победит моя жажда жизни. Если говорить обо мне, обо мне того времени, 1953 года, мальчишке, приехавшего из Волжского города Саратов, да еще и приехавшего в год смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили, в момент, за которым воспоследовала так называемая хрущевская оттепель и начало возвращений людей из разветвленной системы главного управления лагерями по всей стране, начиная от Мордовии и кончая Магаданом. Надежды, которые возникли, надежды, окрашенные в розовый цвет, вера в то, что, наверное, возможно, и возврат определенных свобод общечеловеческих. Уже звучал Вертинский и Анна Андреевна Ахматова. И во всей этой истории, во всем этом круговороте событий, конечно, для меня одной из самых главных фигур был Вениамин Захарович Родомысленский. Из автобиографии Родомысленского. Я родился в 1909 году в городе Волгограде, бывший Царицын, в семье Портнова. Детство провел в Днепропетровске и в Симферополе, где в 1926 году окончил профтехшколу Крымшвейторга по профессии ученик-портной. Вот он мне рассказывал о том, как дед мой был главным портным Симферополя. Не случайно отец школу портных заканчивал и очень всегда гордился, что он очень хорошо умеет пришивать пуговицы, что-то зашибать. И у него какие-то, так сказать, любил шикануть какими-то приемами портновскими. В наше время студия, школа-студия была, наверное, каким-то элитарным заведением. Это его заслуга в очень большой степени. Многих педагогов тоже. Но педагоги тоже были... Это его подбор был, его команда была. Поэтому это общее было дело. Но во главе этого дела стоял он. И это был... Я вот всегда сравниваю это немножко с таким... с Пушкинским лицеем. Потому что там была какая-то совершенно особая атмосфера. Он был безусловным хранителем традиций МХАТа. Это непререкаемо. И, конечно, то, что он старался взять педагогов старшего поколения в ущерб, возможно, молодым, которые мечтали бы, но не получали, что он хотел привить эти знания из первоисточников. Сколько замечательных актеров МХАТ и Станицын, и Яншин, и Масальский, и Марков, Пилявская, Камолова. Они не только работали там, но они часто уже не имея ролей в театре, не будучи достаточно востребованным там, откуда они вышли, с такой любовью передавали свой опыт студентам, что воспитали такую огромную плеяду гениальных актеров. Наташенька, сеть, пожалуйста. Ты понимаешь, вот это вот место. Мало мне, понимаешь, мало вот этого. Даже вот здесь, когда вы передаете друг другу, вокалы вот ты вынимаешь, ты передаешь, так? Ну, скажем, ты не так просто насунул какой-то. Наташ, так, нету, понимаете? А чтобы все это вот, понимаешь, каким-то значением, ну, выпьем, безмолвом, но в каждой вот этой передаче, чтобы это было, понимаешь, это организация какого-то ужина вдвоем. Ты нас всех заслонял От простуды И от мерзлости До посинения Мы тебя Никогда Не забудем Ты наш друг Ты наш Бог Поповенья Он каждому Каждому делал что-то хорошее Вот так, если вспоминать, то он не вообще был добрый, а он был очень конкретен в этой доброте Он просто буквально кого-то спасал от армии, кого-то спасал От выгона Кого-то спасал От тюрьмы даже Кого-то спасал По здоровью спасал Понимаете? Вообще-то, конечно, у него было удивительное сердце Удивительно любящее сердце И, наверное, за счет того, что он очень любил людей Ему отвечали этим же Я очень благодарен Вениамину Захаровичу Потому что он определил мою судьбу Судьбу молодого человека, который заканчивает театральный институт Вениамин Захарович подошел ко мне Обнял меня за плечи И спросил В каком бы театре ты хотел работать? Вот сама эта постановка вопроса говорит о том, что это совершенно неординарный человек Но какой ректор подходит к выпускнику с таким вопросом? Ведь что такое задать такой вопрос? Это значит заиметь головную боль какую-то заботу Если даже он хочет помочь выпускнику воплотить в жизнь мечту того того романтическую мечту Я назвал Современник поскольку у нас у студентов это был самый популярный самый известный самый модный это был предел мечты театр Современник тогда И на мой ответ Вениамин Захарович сказал Хорошо я поговорю с Олегом Олег тоже был его выпускником его учеником когда-то Олег Ефремов На! Ешь меня! Я ничего не хочу Я отчаянный человек Объясните мне кого я хуже почему я хуже прочих Вот Медятин говорит не ходи говорит на улицу морду побьет А я пойду пойду Я гусь среди улицы но дай меня а я ничего не желаю Из автобиографии Родомысленского С 1926 по 1928 учился в Москве на рабфаке искусств и получил диплом актера драматического театра В 1931 окончил театроведческое отделение литературного факультета Московского университета и был призван на флот На Балтике работал художественным руководителем творческих коллективов инструктором политуправления Балтийского флота он приглашал в институт замечательных интересных людей я очень хорошо помню на первом курсе была когда пришел Наум Коржавин пришла ну Алигер пришла пришел Гребнев пришел Давид Самойлов и Арсений Тарковский вы можете себе представить это был незабываемый вечер я до сих пор его помню я свечая сгорел на перу соберите мой воск поутру и подскажет вам эта страница как вам плакать и чем вам гордиться как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть и под сенью случайного крова загореться посмертно как слово это люди каждый сам по себе личность и в этой в этой системе координат нужно было тянуться тянуться вот к тому что он называл Леонид Захарович редкое слово употреблял он клеймил всякую дешевку он называл это мелкотравчато говорил это его выражение мелкотравчато и поэтому можно сказать что редко я могу вспомнить кого-нибудь из выпускников школы судей МХАТ которые бы хоть на гранд пошлости дальше провели в жизни были пошлые пошлости не было потому что пошлость просто выедалась каленым железом там этого быть не могло но и и и и нас никто никогда после студии так не любил как любили нас студии и потрясающе то что они относились к нам как к своим родным и строго потому что это выражение будем гнать очень сложно и гнали если будем голосовать вы за то чтобы оставить Александрова взять нет оставить сейчас я оставить список вот я и спрашиваю ваше мнение оставить товарищ педагог оставить я голосую кто за то чтобы оставить список когда после худсоветов выносился вердикт о каждом студенте то говорила замечательная фраза мне она очень нравится он для себя сделал большие успехи не для человечества для себя то есть как же любовно нужно относиться пристально любовно и внимательно к своему питомцу чтобы наблюдать его рост внутри его самого его готовили для большой жизни но радовались каждому мелкому шагу вверх по профессии ваше ваше ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я уже ушел совсем в другую сферу, мультипликация. Но для меня все равно основополагающим является то, что я получил в стена Школы Студия Михайловна. И я с этим живу, и это никогда не забуду. Я всегда это помню. И всегда благодарен. Благодарен Янию Захаровичу Рудомысельскому. Спасибо, что меня приняли. Спасибо, что 4 года терпели. Спасибо, что выпустил. Я от радости, когда сдал конкурс, то есть прошел уже по конкурсу, и осталось 3 общеобразовательных экзамена, сочинение, русский язык, литература, устно и история, я, написав сочинение, от радости какой-то, от эйфории перепутал дни экзамена. И я бегу в Школу Студию, вообще не понимая, зачем, просто в состоянии какой-то истерики, я вот так вот нос к носу сталкиваюсь с Венимином Захаровичем, не зная, что это Венимин Захарович. И он мне говорит, что случилось, деточка, вы куда так торопитесь? И я понимаю, что он кто-то как бы из педагогов начинает дико как-то врать несусветно, придумывая, что у меня случилось отравление, что я где-то был далеко за городом, и поэтому не смог приехать на экзамен. Вот на середине этого лживого монолога он меня останавливает и говорит, подождите минуточку, пойдемте со мной. Разворачивается и через весь этот огромный коридор, минуя аудитории, ведет меня в учебную часть мимо своего кабинета и заводит в учебную часть, значит, где сидят два наших декана, Николай Павлович Алексеев и Сергей Георгиевич Герасимов. И он открывает к ним дверь, у них такой был маленький кабинетик, и говорит, Николай Павлович, вот молодой человек, которого сегодня весь день искали, вы знаете, у него случилась неприятность, вот поэтому я вас очень прошу, примите, пожалуйста, у него завтра экзамен индивидуально. Не шлейтесь надо мной! Если бы отец и дед мой встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил именье, прекрасней которого нет ничего на свете. Я купил именье, где дед и отец мой были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это снится мне, это кажется, это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Вот его присутствие в студии всегда создавало почему-то, я не понимаю почему, определенную атмосферу. Нельзя было прийти с плохо вычищенными ботинками. Можно было прийти в рваном костюме. Мы были нищие в те времена, и ботинок ни у кого не было хороших. Но все должно было быть выглажено, вычищено. То есть мы должны были продемонстрировать уважение к тому делу и к тому великому дому, который находится за окнами нашей студии художественного театра. В 1935 году я начал работать в должности директора и педагога в оперно-драматической студии Станиславского под его непосредственным руководством и сотрудничал с Константином Сергеевичем до конца его жизни. Из автобиографии Вениамина Захаровича Родомысленского. Я был совсем маленький тогда, ну, естественно, 1937 год. Но у меня мама рассказывала о том, как мы еще тогда жили в коммунальной квартире, в большой довольно коммунальной квартире, и это была вообще проблема, потому что Станиславский, он же в это время не выходил, и он очень любил разговаривать по телефону. И он его вызывал, и он часами с Вениамином Захаровичем разговаривал по телефону. Все жильцы уже становились на дыбы, им объясняли, что это вели Станиславский, и все, но это тоже почти было скандально. Из письма Константина Сергеевича Станиславского Марии Петровне Лилиной в Париж. 27 января 1936 года. Только студия пока радует. Вениамин Захарович молодец. Отделывал ее всю с иголочки. Работа там идет во всю. Он был вообще рыцарь Станиславского. Он был верный рыцарь и очень был влюблен не только как в личность Станиславского, а в ту идею художественную, которую исповедовал Станиславский, и это он проводил неукоснительно. Для него понятие живого актера это было главное, так сказать, в эстетике, понимаете, воспитании. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я вспоминаю вечер памяти Василия Ивановича Качалова. Тоже на нашей большой сцене, в нашем большом здании. И вот кончилась эта вся встреча. И вдруг выплывает из дверей пожилая дама в темно-фиолетовом платье, в кружевах, с громадной чайкой здесь, на цепочке. Ольга Леонардовна книг Перчехова. И Вениамин Захарович, обращаясь ко мне, говорит, Олег, я вас очень прошу, сведите, пожалуйста, Ольгу Леонардовну вниз к машине. Она не любит ездить в лифте, поэтому помогите ей спуститься с лестницы. Сказал он с придыханиями своими, как он говорил. Да, конечно, я вспомнил, что мне надо идти то ли слева, то ли справа. Я помню, манера нам преподавала графиня Волконская, княгиня Волконская. Я забыл, с какой стороны. В общем, я подал руку, и Ольга Леонардовна, опираясь на мою руку, тяжело стала спускаться вниз. Я все время думал, боже мой, я иду с женой Чехова. Мне надо о чем-то ее спросить. О чем же спросить? Ну, не скажем, ну как вам, Антон Павлович? Глупо же, да? Или там так. А вы читали по прыгунью? Тоже идиотский вопрос. Что-то надо спросить. Так я ничего спросить не смог. И вдруг она остановилась посреди лестницы и говорит, молодой человек, Антон, низким таким голосом, Антон говорил, что не надо учиться у литературы. Надо все брать из жизни, из своего жизненного опыта. Поэтому это вам, так сказать, тоже совет на долгие годы, молодой человек. Вы же артистом хотите быть? Да. Жизнь моя на волоске! Ой! Если вы мечаете по своему любовь мою, я не достоин земного существования. Нет! Ой, ой, ой! Пламенем в груди прошу руки вам. Ну, позвольте вам заметить, я в некотором роде, но я замужем. Это ничего. Для любви нет различия. Еще Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки ваши! Руки! Руки! Какой же он был замечательный политик. Как он вел этот корабль под названием «Школа-студия МХА» между всеми трудностями в фарватере советских времен. Как он выплывал. Как он мог дипломатично решить какие-то проблемы и сохранить для нас территорию, которая была для нас оазисом. Он нас оберегал. Он прикрывал собой. И, конечно, то, что он собрал, такой состав педагогов, которым можно похвастаться не каждое учебное заведение. Когда у него сочеталась, что касается его политика, бывший сиделец Шатилов, который преподавал в зарубежный театр. Ну, который, естественно, пострадал как и самополит, и он преподавал уже после. И будущий сиделец Андрея Денача Сеняпского. Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший серб, где вдохновение хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер. Там преподавал не в мою пору, до меня Джовелегов, который тоже был изгнанником. Там преподавала манеры княжна Волконская. Кто бы взял княжну на работу, если бы Денемин Захарович не сказал ласковым своим обволакивающим голосом, все будет хорошо. Не волнуйтесь. И княжна, и бывший отсиденец, все это будет прекрасно. ПЕСНЯ 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 Современник этот для него был его как детище. То живое, живое тросточек продолжения линии художественного театра. То, что иногда, так сказать, отсутствовало в самом художественном театре. И единственной всерьез фигурой, которая прикрывала нашу спину в этом безумном начинании, в этом безумном плане возникновения советского театра снизу, без постановления партии и правительства, был Вениамин Захарович Радомысленский. Отнюдь не по должности и не по обязанностям, а просто, наверное, в молодости своей театральной, коснувшейся великих мира сего, познакомившейся с реальностью вот этой высокой этики, высоких этических норм и пытавшейся, помочь нам сопливым зеленым. Вот этого еще никто не знает, а я ужасно влюбчивая натура. И давно, ты знаешь, во втором классе, знаешь, мне уж нравилась одна, потом в прошлом году, в седьмом классе, Нинка Камаева. Это я, правда, из жалости любил, она, знаешь, такая тихая была, очень забитая, а потом в комсорге пролезла горласта и стала жутью. Разлюбил. Но сейчас, сейчас двоих. То есть как двоих? Что, сразу что? Я сам этого понять не могу. Понимаешь, Верку Третьякову и Фирку Конторовичу. Когда мы решили делать театр и решили репетировать по ночам, там, работая еще в других театрах, и у нас не было ни помещения, ничего. Ведь это Веня. Папа Веня нам дал помещение. Он дал нам на ночь вот эту учебную сцену, он это опекал, он приходил иногда на ночные репетиции. Причем это было, наверное, не так просто, потому что тогда это было отчасти режимное помещение. Он взял на себя это, взял эту ответственность. И он очень следил за этим, и он до конца своей жизни, он очень болел за нас. Мы в окопах сидим, притаились, немцы на наш бугор психической атакой идут. Сверху бомбардировщики воют, мины свистят, слева около леса танковый бой идет, все знаете вокруг. Гудит, грохочет. Стихи пишут. Да. А как вы догадались? Проник. Ну, так вот. Подгляжу я на тебя, ведь такие, как ты, мне в руки попадались в очень плачевном виде. Эх, мать ты моя, что же эта война наделала? Ведь кончится-то она горе. Сколько лет еще эхом по земле шагать будет. Из автобиографии Родомыслинского. В 1941 году ушел добровольцем на фронт Северный военно-морской флот, где прослужил до 1944 года в качестве политработника и руководителя творческих коллективов флота. Был режиссером и начальником театра. Он всегда вспоминал и очень гордился. Ну, во-первых, так сказать, у него ордена есть боевые, и медали, связанные с обороной Севера. И очень гордился всегда тем, что он постоянно встречался с группой североморцев. До последних дней эти были встречи. Всегда очень трепетно к этому относился. КОНЕЦ КОНЕЦ В школе-студии всегда были очень красивые дипломные спектакли. Вот никогда не было случая, чтобы Вениамин Захарович говорил, ну, сейчас сыграем в сукнах, так приблизительно широм и поставим. Старались всегда благодаря вот тому самому постановочному, на котором я учился, сделать декорацию, подобрать костюмы, грим-парики, которые приносили из МХАТа, реквизит, мебель, которую брали из МХАТа только на спектакль. Если нужны были кушетки или стулья, или лампы, или студенты что-то делали. Это были законченные художественные произведения. Я помню, как рвались на дипломные выпускные спектакли в школу-студию. Всегда была очередь, всегда были аншлаги. У каждого из нас есть история, которую он может рассказать, которая касается только его. У меня, например, был достаточно сложный характер. Я очень эмоциональная, очень... Сейчас я каким-то образом научилась управлять эмоциями, а тогда я совершенно не управляла. Для актрисы это прекрасно. Я выбегала во время мастерства из класса, в слезах могла выбежать. Могла сказать, не буду делать упражнения, потому что я не вижу в нем смысла. Он меня однажды вызвал, как мы говорили, лиса, Ведемин Захарчин с лиса. Он говорил всегда голосом тихим, вкратчивым, улыбаясь, чуть наклонив голову. Он вызвал меня и сказал, ну что, девочка моя, будем лечиться? Или характер менять, сказал он мне. Это я хорошо запомнила. Я сказала, нет-нет, а я буквально в смысле подумала, что они меня собираются куда-нибудь перестроить на лечение. Я сказала, нет-нет, конечно, Ведемин Захарович, я постараюсь изменить себя. Такое несчастное положение девицы. Особливо еще влюбленных. Из мужчин никто не войдет в это. Даже просто не хотят этого понять. Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Отчего же он лучше Иван Кузьмич? Господи, отчего же Иван Кузьмич, а? Чем хуже те другие. Школа-студия. Мама, ты папа. Вот союз, освященный богами. Оттого я не знаю, ребята. Лучше школы от Брна до Майами. Даже в моменты наших сложностей и полуудач все равно верным человеком, видевшим изъяны и несовершенства, но смотревших на все это влюбленными глазами, был папа Веня. Выражаясь языком Шекспира, он человек был в полном смысле слова. Иван Кузьмич, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok